В этом году в Одесской области начнется строительство сети велодорожек, которая будет состоять из двух колец. Такую идею предложили в областной службе автодорог Украины. Дорожки появятся не только на трассах, реконструкция которых запланирована в этом году, но и уже на отремонтированных дорогах. Проходить они будут по двум кольцам – малым от Карелина Бугаза до Одессы и большом – от Ататарбунар до Кучургана. Дорожники уверяют, потребность в реализации идеи есть, а главное – все возможно осуществить. Идея, она на самом деле находится на поверхности, потому что на сегодняшний день существует очень большой попыток именно на инфраструктуру велосипедную, которая сейчас совсем не развинена. Одной из целей этого проекта является увеличение безопасности на дорогах для велосипедистов. Ежегодно в нашем регионе случается немало ДТП с участием велосипедистов. Если в городе при аварии участники отделываются только травмами, то в области все гораздо сложнее. Уже с нового года в области очень много было смертельных случаев с участием велосипедистов в дорожно-транспортных происшествиях. И это очень, ну, очень плохо. И если в городе есть такие вещи, как цветофоры, и все-таки машины не на такой скорости ездят, как на шоссе, то на шоссе ездят с большой скоростью, освещение плохое, обочин как таковой нет, и велосипедистам негде ездить. А велосипедисты просто, ну, для многих в области это как основной вид транспорта, они передвигаются на велосипеде между населенными пунктами по работе. И вообще, ну, это их транспорт. Сами дорожки будут отличаться от тех немногочисленных, что есть в Одессе. Вместо нарисованной разметки планируют полноценное расширение дорог и строительство отдельной полосы от проезжей части. Велосипедисты говорят, что это длительный процесс, но оно того стоит. Естественно, этот процесс не быстрый, это все не произойдет по щелчку пальца. Есть дороги, на которых работы предусмотрены уже в течение этого и следующего года, есть дороги, которые будут делаться позже, есть трассы более сложные. Ну, их проектируют опытные проектировщики, очень хорошие, подключились к этому процессу, и мы уже ждем первых результатов. Известно, что подрядчики, которые будут заниматься планом, имеют большой опыт в проектировании веломаршрутов. Аналогичную инициативу уже реализовали в Буковеле, и этот проект – положительный пример для нашей области. Тут важно отметить тот момент, что Одесская область, она покажет пример, когда все эти велодорожки, вся эта велоинфраструктура будет втелено в життя, и уже даже сейчас на этапе проектирования она показывает пример всей другой страны, всем другим областям. И мы очень надеемся, что другие области Украины, в особе города, в особе службы автодорогов, местных и других областей, подхопят эту инициативу, и велотема станет актуальной для всей Украины. Велодорожки уже включены в план работы 2021 года, а к отремонтированным дорогам их будут добавлять без неудобств для автомобилистов. В целом же реализация данного проекта обойдется приблизительно в 700 миллионов гривен из госбюджета. На самом деле, если мы понимаем, что автомобильная дорога, ремонт ее в среднем в две полосы, в среднем будет стоить, например, 20-24 миллиона гривен, то побудовать сейчас велодорожку будет до цієї вартости, грубо говоря, 1,7-2 миллиона гривен за километр. То есть, в целом, не много дороже, чем мы имели первый проект без велодорожек. Поэтому есть сегодня возможность наконец-то реализовать такой действительно чудовий проект. Благодаря реализации проекта по строительству велодорожек в Одесской области наш регион сможет стать частью большого трансевропейского веломаршрута. То есть, каждый желающий велосипедист, если у него найдутся силы, сможет проехать от Черного моря до Атлантического океана на своем двухколесном транспорте. Это сеть из велосипедных маршрутов по всей Европе, которые соединят все страны Европы. И есть маршрут Евровело-4, который уже утвержден, доходит до Киева, проходит через центральную часть Европы. А есть маршрут, соединяющийся Атлантический океан с Черным морем, и который заканчивается в Румынии около границ с Одесской областью. И очень круто было бы соединить велосипедную дорожку, продлить этот маршрут до Одессы. Для туризма это было бы просто супер. Конечно, что соединение Украины с европейской веломарежей даст позитивный поштовх до развития и инфраструктуры, и вообще туризма в Одессской области. Из-за того, что на некоторых участках автомобильных дорог просто не хватает места для велополосы, дорожники думают, как проложить маршрут в объезд. Тем не менее, проект почти составлен, а в бюджетный план расходы уже внесли. По словам дорожников, Одесская область станет полностью приспособленной для велотранспорта ближе к 2023 году. Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал Репортер.